Блуждают какие-то вопросы, разговаривают о компании, о том, как плохо живутся и расскажут об этом клиентам. Прямое воздействие на лояльность или анти. Как относятся сотрудники вообще ко всему тому, что мы увидели, что происходит? То есть, естественно, как следствие, нет доверия к результатам, они вообще не понимают, откуда эти результаты происходят, ну и, безусловно, они напряжены с точки зрения последствий. При этом, что происходит, какие есть различия в действиях, которые сотрудники готовы предпринимать с целью изменения своего поведения, улучшения своей работы. То есть, если сотрудникам не нравится, что происходит в программе измерения их деятельности, то, собственно говоря, всего лишь, ну, примерно половина обращается к материалам и меняет свое поведение. А если они согласны, то меняют поведение 96 и 77 из них готовы еще как-то дополнительно обучаться. То есть, мотивация автоматически растет. Дальше, собственно, это уже в формате выводов, наверное, что, подытоживая все, безусловно, нужно рассматривать мистерри-шопинг как инструмент, который должен способствовать только росту. Ну, то есть, это позитивное подкрепление, безусловно, выстраивает такую систему и вообще корпоративную культуру, которая сотрудника поддерживает его в каких-то достижениях и в успехах. И мистерри-шопинг очень удачный инструмент, в том числе для того, чтобы находить такие вот небольшие поводы для признания. Они должны чувствовать удовлетворение, безусловно, и поддержку в команде. Дальше, все, что касается форматов обратной связи, то, ну, в общем-то, я об этом уже говорила, что, безусловно, обратная связь должна быть, но она должна быть еще и корректной. То есть, она должна быть правильно организованной, она должна учитывать интересы сотрудников всегда, потому что, в принципе, сотрудник – это, ну, в общем, ключевая ценность в большинстве компаний, и это как раз тот самый инструмент для всех совершенно бизнесов, которые что-либо продают, который позволяет напрямую воздействовать на лояльность клиента и формировать, ну, помимо лояльности, здесь вот на секции по брендингу тоже говорили о таком понятии, как ампассадоринг, такое замечательное слово, но, собственно говоря, это человек, который является фактически, я есть бренд, да, то есть он представляет бренд в своем лице. И, к сожалению, в банковской среде, ну, как-то вот вроде бы все над этим работают, но есть банки, мы будем называть, которые начали хорошо, а сейчас спустились на уровень очень, ну, такой, низкий тоже, ниже тех, кто стартовал позднее. Ну, собственно, все. Вот, я надеюсь, было не очень, не очень скоростно, все пробежало, если есть какие-то вопросы, задавайте, в принципе, можно любой вопрос задать по почте и мой мобильный телефон, с удовольствием отвечу, презентация для всех доступна. Спасибо огромное за внимание, если есть вопросы, я могу ответить. А можно, да, вот, и вопрос, да, правильно, Анна Белезовна, Анна Белезовна, правильно ли я понимаю, что прежде чем проводить мистерри шопинг, можно сначала всех запомнить, там, из-за плавления обучить, вот, потом было, что измерить. То есть же мы можем внедрять, вот, оценить то, что есть сейчас, а потом начать строить. Для того, чтобы вообще программу построить, надо сначала оценить, что есть сейчас. Но самое главное, это вообще наличие стандартов, потому что есть вот такая ситуация глобально, когда, говорит, мы хотим историю шопинг, хотим измерять поведение, там, не знаю, что-то. И когда мы берем все материалы, тренинговые, стандарты, мы понимаем, что на самом деле они отсутствуют. То есть то, как они прописаны, это просто взяли, вот, Центробанк и отдали, а так это не живет. И поэтому это должны быть стандарты, должны быть очень понятные правила. Мы, например, делаем брендбуки для сотрудников, которые четко их ориентируют на конкретные, там, фокусы в работе. Это, безусловно, привязано к стратегии. Это еще более того, каждый год должно корректироваться, ну, с учетом, там, достигнутых каких-то изменений. Поэтому, да, измерение сначала для того, чтобы понять, дальше то, чего нет, достроить. Потом обязательно провести информационную работу, вплоть до того, что, может быть, проведены какие-то специальные тренинги по обучению людей, по информированию их вообще, и стандартов в том числе, и, ну, там, о том, как работать, и о том, как будет измеряться все это. Но самое главное, это вовлекать как раз мидл-менеджмент, потому что, по большому счету, вся работа над изменениями, она идет на мидл-менеджменте. Когда мне говорят о том, что мы открываем все данные, мы хотим видеть, кого проверили, как проверили, сеть там, не знаю, ну, один из наших клиентов, это, например, Сбербанк. Представляете, какая сеть, да? Невозможно это делать, потому что нельзя отвечать за действия каждого конкретного директора розничной точки. Поскольку один человек понимает свою ответственность, он знает, что он формирует команду, он с ней работает, он будет правильно это делать, да? Но большинство из них, как правило, выйдет в зал и скажет, ты сволочь, из-за тебя мы все лишились бонуса, да? Вот, как бы, это результат. Это то, что потом там видно в результатах, когда люди не принимают программу, они, собственно, не хотят, чтобы она шла, и они там потом ищут, и они покупают. Я думаю, в общем, занимаются, на самом деле, страшными вещами, а компания это все оплачивает. Все начинается там, что называется, с яйца. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое.